Мутации пиктрисеи В раке молочной железы, особенно люминальным, считается, что встречаются с частотой примерно 30-40%. Вообще этот путь очень важный в организме, в клетке. Он отвечает за множество различных процессов. Ну а при раке является таким неблагоприятным фактором, прогностическим и отвечающим за резистентность гормонотерапии. Итак, вот приходит к нам пациентка метастатическим раком. Кому же мы должны из них определить наличие этой мутации в опухоли? Извините. Ну, на самом деле, абсолютно в любой клинической ситуации мы должны это сделать. Будь то прогрессирование на адювантной терапии или через какое-то время после ее завершения. Если пациентка уже получала лечение по поводу метастатической болезни, вот пришла к вам с прогрессированием, вы тоже должны это сделать. Ну и еще одна клиническая ситуация – это Денова, первичный метастатический рак молочной железы. Во всех этих клинических ситуациях будет очень здорово, если мы определим мутацию пиктрисей в опухоли. Для чего это нужно? Нужно это для того, чтобы назначить пациентке специфическую в данной ситуации терапию, а именно назначить ингибитор 5.3K, ALP-LAC. Ну, исходная его эффективность была показана в исследовании SOLAR-1. Там было, к сожалению, очень мало пациенток, получающих в первой линии CDK-ингибиторы, а поскольку сейчас это, в общем-то, стандартная опция, то больше нас интересует, какова же эффективность ALP-LAC у больных, которые уже получали CDK-ингибиторы. И вот было проведено такое исследование BY-LIF, где в когорте А изучалась эффективность ALP-LAC у фулвестранта у пациенток, которые в первой линии лечения получали ингибиторы ароматазы и CDK-ингибиторы. И оказалось, вот этот обновленный анализ АСКО этого, 2023 года, обновленный анализ показал, что медиана выживаемости без прогрессирования у пациентов, которые получали ALP-LAC и фулвестранта, после прогрессирования на CDK-ингибиторах составила 8 месяцев. Вот такая вот, в общем-то, достаточно приличная цифра. Для сравнения можно показать, это не прямое, конечно, сравнение, но тем не менее, по американской базе данных флотирон, где учитывается эффективность любого варианта терапии после прогрессирования на CDK-ингибиторах, это и химиотерапия, и другая гормонотерапия, и комбинированная гормонотерапия, скажем, с эверолимусом. Вот при всех этих видов терапии, в общем-то, показана такая очень неубедительная цифра эффективности при мутации пиктрисей, а именно около 3,5 месяцев. Но, повторюсь еще раз, это не прямое сравнение. Еще один очень важный пул больных – это те больные, которые плохо или недостаточно хорошо ответили на терапию ингибиторами CDK-4,6, зачастую такие пациенты расцениваются как гормонорезистентные. Ну, доктор рассуждает, что если уже человек не ответил на CDK-ингибитор в первой линии, о чем уже тогда можно говорить, какой смысл продолжать дальше гормонотерапию, надо переходить к химиотерапии. Ну, вот такой анализ тоже был проведен. Посмотрите, правая диаграмма пациенты, вот обведено в рамочку, абсолютно не ответивший, менее 6 месяцев ответ на CDK-ингибиторы, и при этом эффективность фалвестранта и алпелесиба у них абсолютно сопоставима с теми больными, которые хорошо на CDK-4,6 ответили. То есть короткий ответ на терапию CDK-ингибиторами не является совершенно препятствием для назначения в дальнейшем фалвестранта и алпелесиба. Ну, и еще одна клиническая ситуация, когда приходят пациенты, которые уже получали фалвестрант в первой линии. Это бывает просто пациентам, вот почему-то назначается, да, уже давно-давно закончена, допустим, адювантная терапия ингибиторами ароматазы, им в первой линии назначается почему-то фалвестрант. Или обоснованно, да, например, они получали ингибитор ароматазы в адюванте, и в качестве первой линии произошло прогрессирование на этой адювантной терапии, и при прогрессировании назначается фалвестрант с CDK-ингибиторами. И когда приходит такой больной, выявляется, что у него есть мутация в гене-пектрисе, перед клиницистом стоит вопрос, а что же делать? Потому что, конечно, очень жалко терять такую опцию, а именно терапию 5-3К ингибитором, да, и с чем же этот препарат комбинировать. И вот, поскольку в клинических исследованиях зарегистрирован он в комбинации с фалвестрантом, вот есть некий такой ориентир, как работает и вообще работает ли фалвестрант с алпелесибом после того, как пациенты уже получали фалвестрант. Вот, во-первых, это разрешено инструкцией по применению алпелесиба. Дальше вы видите, что этот вопрос изучался в первой фазе, где почти половина больных ранее уже получала фалвестрант, и эффективность алпелесиба и фалвестранта абсолютно сравнима с общей группой. Ну и исследование, опять же, обращусь к исследованию Байлиф, где в когорте С, это когорты, где пациенты получали фалвестрант и алпелесиб после различных любых вариантов терапии, в том числе химиотерапии, вот там часть больных 30% принимали, уже получали ранее фалвестрант. И оказалось, что медиана ВВП у них 5,5 месяцев, в общем, тоже абсолютно сравнима с общей популяцией больных, которые ранее фалвестрант не получали. Ну и есть некоторый опыт наших коллег из МКНЦ, которые тоже анализировали пациентов своих, которые получали фалвестрант и алпелесиб, и у них вот медиана ВВП у пациентов, которые уже получали фалвестрант, составило 7 месяцев, так же, как и в общей популяции. Ну и следующий вопрос, который нас интересует, при назначении такой, ну, относительно новой терапии, новой с точки зрения механизма действий, ингибитор 5,3К, какова же была его токсичность? Ну, я напомню, что такие основные виды токсичности, это были гипергликемия и сыпь, причем гипергликемия развивалась в достаточно высокой степени, третьей-четвертой степени. Отмечу, что эти явления связаны исключительно с механизмом действия препарата, с ингибированием этого сигнального пути. Ни в коем случае пациентке не развивается сахарный диабет, как иногда ошибочно считают. И, к сожалению, иногда развивается так быстро и выражена гипергликемия. И вот ряд коллег даже, скажем так, назначив первым пациентом и получив такое осложнение, даже в дальнейшем отказываются от назначения терапии алпелисибом, очень боятся вот этого серьезного осложнения, когда пациенты даже попадают в больницу с кетоацидозом и так далее. Ну, вот в исследовании Солара-1 при этом было показано, что несмотря на развитие вот такой тяжелой гипергликемии в ряде случаев, все-таки интенсивность дозы составила более 82%. То есть большинство больных смогли дальше получать эту терапию на фоне коррекции, конечно. Надо отметить, что риск развития гипергликемии зависит от исходного метаболического статуса. То есть если у пациентов какие-то факторы риска, а именно преддиабетическое состояние, повышенный уровень глюкозоплазмного тачак, повышенный уровень гликированного гемоглобина и так далее, ожирение. Ну, было показано, что на фоне начала терапии апеллисиба наблюдается небольшое повышение сначала уровня глюкозы, в том числе и у больных без каких-то факторов риска, затем он приходит в норму. И то же самое показано для больных с повышенным риском развития гипергликемии. Ну, возможно, вот это снижение связано с применением эффективной сахароснижающей терапии. Напомню вам, что нашими коллегами, онкологами и эндокринологами разработан алгоритм оценки риска гипергликемии, алгоритм профилактики метформином, когда на основании абсолютно простых показателей глюкозоплазмного тачака, гликированный гемоглобин, индекс массы тела и факторы риска в анамнезе, пациенты относятся к одной из четырех групп. Это группа низкого риска, умеренного высокого, или пациент уже имеет сахарный диабет второго типа. На основании этого принимается решение о том, надо ли ему назначать профилактику гипергликемии метформином. Да, это очень удобный, простой алгоритм. И, конечно, любой врач-онколог, который планирует назначить пациентке алпелисип, для того, чтобы как раз избежать вот этих тяжелых последствий реакций, гипергликемии тяжелой степени, должен вот эту оценку риска провести обязательно, и при необходимости даже сам может назначить метформин. Было показано, что это эффективно снижает риск развития тяжелой гипергликемии. Вот, в частности, также наши коллеги из МКНЦ показали, что при назначении профилактического метформина у пациентов с факторами риска развития гипергликемии только у двух из восьми больных, то есть у четверти больных, развивалась гипергликемия третьей-четвертой степени, в то время как в исследовании СОЛАР-1 у таких пациентов риск развития гипергликемии тяжелый составил более 90%, да, разница колоссальная. Кроме того, вот на Сан-Антонио в прошлом году были продемонстрированы результаты исследований металлика, где пациентам назначался профилактический метформин, причем, как города А, пациентки имели нормальный уровень глюкозоплазмы натощак и гликированного гемоглобина. В общем-то, как бы, ну, практически пациенты с низким риском гипергликемии, так на первый взгляд кажется, а как в РТБ включали пациенток уже с предиабетом. И вот было показано, что в первой группе даже, да, вот с нормальными показателями у пациенток риск тяжелой степени гипергликемии третьей-четвертой степени снижался с 18 до 2%, но об этой группе я еще скажу чуть попозже. А вот у пациенток с предиабетом в целом риск гипергликемии практически оставался схожим с исследованием СОЛАР-1, 45 и 40%, но при этом риск тяжелой гипергликемии третьей-четвертой степени снижался почти в три раза, с 48 до 15%. Но отсюда встает вопрос, а может быть тогда всем пациенткам надо назначать метформин, если даже у пациенток без предиабета он снижал риск развития тяжелой гипергликемии. Но вот был проведен такой более детальный анализ, и оказалось, что в когорте А в исследовании металлика попали пациенты с высоким индексом массы тела, да, вот 30 и более, это 43% пациенток имели такой индекс массы тела, и которые, в общем-то, в исследовании СОЛАР-1 относились к группе высокого риска. Поэтому за счет этих пациенток мог проявиться такой эффект, но и также за счет того, что сюда попадали пациентки старшей возрастной группы, старше 75 лет. Поэтому, на мой взгляд, все-таки назначать всем подряд метформин не стоит, а вот четко придерживаться нашего алгоритма. Ну и теперь я перехожу к своему клиническому случаю. Это пациентка, которой в 2016 году было 49 лет. Ей был установлен диагноз рак левой молочной железы Т4Н2М0. Была выполнена биопсия при гицитологическом исследовании. Оказалось, что у пациентки люминальной положительной по рецепторам эстрогена и прогестерона рак молочной железы HER2 негативный, к их 67-25%. В тот момент она лечилась в Германии. Ей была проведена неодевантная химиотерапия по схеме 3 курса эпирубицина, 3 курса паклитоксела и затем 3 курса циклофосфамида с положительным клиническим эффектом. В декабре 2016 года ей была выполнена радикальная мастоктомия слева. При гистологическом исследовании в молочной железе опухоль с признаками умеренного выраженного лекарственного патоморфоза и поражением двух лимфоузлов. Далее она получала адевантную лучевую терапию и адевантную гормонотерапию. С начала 2 года тамоксифен, а далее с 2018 года переведена на анострозу. Ей было выполнено молекулярно-генетическое исследование методом НЖС. Мутации в генах Берси 1.2 обнаружено не было. В 2020 году во время госпитализации по поводу коронавирусной инфекции ей было выполнено КТ органов грудной клетки и были выявлены какие-то изменения в легких, которые следовало дифференцировать между метастазами и второй опухолью. Она обратилась в наш центр и в феврале 2021 года по КТ были подтверждены изменения в легких и лимфоузлах средостения, которые следовало дифференцировать между метастатическим поражением легких и периферическим раком легкого. Ей была выполнена трансбронхиальная биопсия лимфоузлов средостения. При цитологическом исследовании получены клетки рака больше данных за метастатическое поражение. И с учетом анамнеза, результатов КТ и цитологического исследования данная ситуация была расценена как метастазы, ну, в общем, как прогрессирование рака молочной железы. Поскольку прогрессирование у нее наблюдалось на фоне одевантной терапии ингибиторами ароматазы, ей была назначена гормонотерапия первой линии по схеме фулвистрант и палбоциклип. Сразу же материал опухолевый был направлен на определение мутации в гене Пиктрисе, и мутация была обнаружена. На фоне данной терапии у пациентки наблюдалась некоторая положительная динамика в рамках стабилизации. Очаги в легких оставались практически без динамики, несколько уменьшались лимфоузлы в средостении. Ну, в целом, вот, все было стабильно. Такую терапию она продолжала до декабря 2021 года, то есть вот с февраля по декабрь. И в декабре 2021 года у нее появились жалобы на боли в правом бедре. Было выполнено исследование МРТ, и были обнаружены метастазы верхней третьей диафизы правой бедренной кости, шейки левой бедренной кости и костях таза. Выполнено было сканирование, которое обнаружило множественные очаги в костях. Очаги при рентгенографии были литические, то есть это не старые какие-то, да, уже леченные очаги. Во всех наблюдаемых очагах была литическая деструкция. И вот на это особое беспокойство вызывал очаг в бедренной кости, да, очаг литической деструкции, корковый слой истончен, метастаз с угрозой патологического перелома. Ей был сразу же проведен курс дистанционной лучевой терапии на очаги в правой бедренной кости. До суммарной дозы 28 ГРЭ, 4 фракции. Там, наверное, неточность, да, вряд ли 4 фракции делалось 3 месяца, да, то есть это по 22 февраля, да. Конечно, извините. Ну, соответственно, мы встали перед вопросом, что назначат пациентки. С одной стороны, у нее мутация в пиктрисеи гена, да, с другой стороны, она уже получала фулвестрант, и еще один момент, у нее пациентке исходно был сахарный диабет, уже второго типа, что ей назначить. Но очень не хотелось терять вот эту опцию таргетной терапии, и мы считали все-таки возможным попробовать начать терапию фулвестрантом и алпелесибом. И, конечно же, под таким пристальным наблюдением эндокринолога, к которому она сразу была направлена, это наш эндокринолог, который сразу назначил ей вот такую многокомпонентную сахароснижающую терапию метформин, эмпаглифлазин и линоглептин. Сразу скажу, что на этом фоне у пациентки периодически повышался уровень глюкозы, но в рамках первой степени, и, собственно говоря, она находилась все время на связи с эндокринологом, ей терапия каким-то образом корректировалась, иногда просто это было связано с погрешностью в диете. Ну, в общем, дальше какой-то значимой гипергликемии у нее не развивалось. А также пациентка отметила выраженное снижение веса, исходно, напомню, у нее было ожирение третьей степени, что, в общем-то, ей было воспринято как благо, не как побочный эффект, а как... Она стала намного более мобильной, подвижной, много работала в огороде и, в общем, была очень довольна. Значит, при контрольных обследованиях на фоне проводимой терапии у пациентки отмечалось сокращение отдельных метастатических очагов легких, отдельных лимфоузлов средостения, также отмечалась положительная динамика в костях в виде склерозированных, контурах различных метастазов и уменьшение плотности опухолевого узла в межвертельной области правой бедренной кости, появление более четких контуров деструкции, уменьшение вне костного компонента. Отмечалось частичное восстановление тонкого фрагментированного коркового слоя. И, к сожалению, в сентябре 2022 года я, в общем-то, настаивала на том, чтобы выполнить операцию уже как-то раньше, но пока все мы это планировали, пациентка сначала не соглашалась, боялась, потом вроде как согласилась, но пока готовилась к операции плановой, у нее произошел патологический перелом все-таки верхней третьей бедренной кости, и ей уже в таком экстренном порядке была выполнена резекция с замещением дефекта эндопротезом тазобедренного сустава. Мы очень боялись каких-то осложнений в плане заживления на фоне сахарного диабета, но я скажу, что так вот эмпирически отменили алпелисип за неделю до операции и неделю после операции она его не получала, но, в общем-то, никаких проблем с заживлением не было. При контрольном обследовании в декабре 2022 года стабилизация по легким лимфоузлам средостения и также пластические очаги в костях без динамики. И при контрольном обследовании в апреле 2023 года также по легким и метастатическому поражению костей динамики не было отмечено, но появился очаг в печени, была выполнена МРТ брюшной полости и был выявлен метастаз один большой в печени и, возможно, еще один подкапсульный. И пациентка переведена на гормонотерапию третьей линии по схеме экземистана виролимус. В общем, данный случай, на мой взгляд, убедительно демонстрирует, что мы можем получить достаточно длительную стабилизацию опухолевого процесса на терапию флавистрантом и алпелисибом у пациентки с пектрисией мутации после прогрессирования на седике ингибиторах и даже у пациентки с имеющимся на момент начала терапии с сахарным диабетом второго типа, конечно, под таким тщательным, пристальным наблюдением и контролем эндокринолога. Длительность эффекта составила 14 месяцев. Спасибо. Спасибо большое, Монна Александровна. Спасибо большое, Монна Александровна. Я просто хотела заметить, что не только МКНЦ имени Логинов имеет опыт повторного назначения флавистрата с алпелисибом, а, в общем, наше отделение тоже имеет такой опыт. И даже опубликованный доложен объединенный опыт. И наш, и МКНЦ имени Логинова. В общем, мы как-то совместно тоже движемся в этом направлении. Спасибо. Монна Александровна, пока вы рассказывали про этот клинический случай, у меня возник вопрос, но вы на него в определенной степени ответили, но я хочу его еще раз вам все-таки задать, и не только вам, но и Оксане Петровне. В том случае, если вдруг нужно какое-то локальное лечение при терапии алпелисибом. Вы сказали, что вы эмпирически его на неделю отменили. Это вообще есть какая-то практика, уже известная, как необходимо себя вести специалистом в лекарственном лечении, когда планируется какое-то локальное лечение, как хирургическое, так и лучевое. Надо ли отменять алпелисиб на фоне лучевой терапии? Были ли какие-то исследования на эту тему? И вот вы во время операции решили на неделю отменить, а в следующий раз как вы сделаете? Ну, честно говоря, так вот прицельно не искала, может быть, они и есть, но как-то на виду, скажем так, не попадались. Может быть, надо специально провести какой-то анализ, посмотреть литературу, поискать на эту тему. Мне так вот не встречалось. Оксана Петровна, а встречались ли вы с информацией о необходимости отменять алпелисиб на фоне лучевой терапии? Или можно проводить... Аллапариб и ингибитор Сидикея 4.6 лучше проводить после завершения лучевой терапии. То есть на время проведения лучевой терапии сделать перерыв, что было сделано. Нет, это алпелисиб, который зарегистрирован только при метастатическом раке молочной железы. И это всегда эксквизитная какая-то, исключительная ситуация, которая, в принципе, наверное, таких долгосрочных и объемных программ, как лучевая терапия после оперативного лечения, ну, по правилу, не очень предусматривает. Это локальная терапия по поводу какого-то метастатической болезни. То есть не каждому, конечно, пациенту это нужно. И, наверное, тут какая может нас создать опасность, в отличие от других препаратов? Но только, наверное, гипергликемия, которую... Хучшее заживление. В общем, не просто проконтролировать. Может быть, вот это и послужило. Какие опасения такие бы и были. Ну и, соответственно, больше вариант каких-то лучевых повреждений с формированием каких-то длительно незаживающих язв. То есть риск этот выше просто этих пациентов. Наверное, риск выше, но при стереотоксической лучевой терапии там трех-четырехфракционной, он, конечно, невысок. Минимально. Следующий у меня вопрос, по-моему, Александр Пуценко запрогрессировал. У него сейчас достаточно большой метастаз в печени. Вы поменяли лечение. А делались ли биопсии этого очага в печени? И, если нет, рассматриваете ли вы эту опцию вдруг, как-то изменилась особенность опухоли? Я понимаю, что клиническое лечение выморит. Об этом много думаю. Вы знаете, вот, кстати, интересно, завтра будет разбор такого клинического случая, где пациентки брали многочисленные биопсии. На этом фоне очень часто менялось лечение. На мой взгляд, этого делать не стоит. Мне кажется, что биопсию надо брать тогда, когда очень много времени прошло в первичном лечении и могло что-то за это время поменяться. С другой стороны, когда что-то идет не так, когда мы назначаем вроде бы эффективную ожидаемую терапию, например, гормонотерапию или антихир-2 терапию, а эффекта нет. Тогда мы можем ожидать, что что-то поменялось или изменилось, или, может быть, исходно было не так. И тогда стоит брать биопсию. Но когда все течет как-то, в общем-то, достаточно так, как мы и себе и предполагаем, ожидаемая эффективность CDK-ингибиторов, ожидаемая эффективность алпелисима, например, у меня особо нет сомнений, что пациентке гормонозависимый рак. И пока все идет по плану, я бы не стала, честно говоря, лишний раз брать биопсию. А если бы первичная зона прогрессирования была в печени, и этот метастаз был бы доступен для биопсии? Ну вот у этой пациентки был в легком, я думаю, что корбиопсию было сложно брать, цитологически подтвердили диагноз. Вот если был бы первый очаг в печени, доступный корбиопсию, вы бы рекомендовали бы тогда корбиопсию с дополнительным исследованием? А еще скажите, пожалуйста, у этой пациентки есть вероятность обнаружения каких-то дополнительных клинически значимых мутаций, которые повлияли бы на тактику ее лечения? Думаю, что нет в настоящем моменте. В РСЕ есть, посмотрим на методы. Ну вот, да, НТРК точно нет. НТРК, фьюжингин при раке молочной железы имеет минимальное значение. Мне кажется, мы обладатели единственного в стране клинического случая, потому что это должен быть секреторный рак молочной железы. Там вероятность нарушения, вероятность нахождения такого нарушения превосходит 90 с лишним процентов, но это очень благоприятный подтип, который практически никогда не прогрессирует и вылечивается. И, в общем, нам удалось найти, или к нам обратилась единственная, действительно единственная пациентка с диагнозом рак молочной железы, метастатический, секреторный, с этим нарушением. Напомню нашим слушателям, что если есть секреторный рак молочной железы, можно практически не подтверждать его. В принципе, конечно, нужно НЖС. Так можно иммуногистохимически. При всех других диагнозах рака молочной железы, при всех других гистологических подтипах, необходимо подтверждение НЖС. Пока еще таких случаев мне не встречалось. А действительно у нас опыт уникальный не только в силу редкости патологии, а в силу объективного ответа. Пациентка с метастазами в головном мозге ответила сразу частичным ответом и продемонстрировала полный ответ, который сохраняет. Это действительно такой очень радующий случай, впечатляющий. Но еще раз скажу, большая редкость. Поэтому только секреторный рак молочной железы, только метастатический. Если вдруг еще кто-то найдет, мы будем очень рады. Еще задам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли у этой пациентки, у которой уже достаточно длительно контролируется процесс в легких, достаточно неплохо контролируется костное прогрессирование, и вот есть этот единственный очаг в печени, ну, сегодня мы предполагаем, что он один, и вот он как-то в рамках стабилизации или, может быть, небольшого роста будет происходить. Рассматриваете ли вы возможность выполнения, скажем, стереотоксического облучения этого метастаза в кости? Вот имеет смысл это делать или нет? Давайте сначала. Давайте подискутируем. Я считаю, что в какой-то момент можно рассмотреть такую опцию. Я не отметаю ее полностью и категорично ни в коем случае. Это опцию даже просто искоренения какого-то зла, просто как метастаза, или только если есть болевой синдром, угроза, переломы и так далее. Нет, по-моему, пропечен, простеро-токсический облучение печени. Нет, кости же сейчас еще. Нет, я пропечен. Сейчас я пропечен. Знаете, да, у меня была пациентка, которая вот рос один, единственный человек, это было очень-очень много лет назад, тогда еще мы не говорили каких-то локальных метастазов лечений, да. Вот он у нее рос, рос, рос очень медленно, один. Настолько было обидно уже задним числом, что можно было на нее, на него воздействие, поэтому я... Вот он какое-то время отвечал на терапию, был старин, потом рос опять. Ну, и с каждой линией все быстрее и быстрее. Сейчас есть такая опция? Очень сложный вопрос, потому что в свое время я, честно говоря, увлекалась, и пациенток, ответивших на лечение, отправляла к нашим хирургам-гипотологам и убеждала их, что нужен этот единственный очаг. Тогда у нас не было еще стереотаксиса. Ну, и, в общем-то, они мне потом скажут, чтобы я им больше пациентов не присылала, потому что даже после выполнения на тот момент МРТ-исследования, да, они открывали живот, осматривали печень и говорили, что вот характер метастазов мелкие, просолитные, очень мелкие метастазы. Но время идет, и в том числе мы получили много опций для лекарств, и для системного лечения. Здесь в первую же очередь действительно системный контроль, и на сегодняшний день сформирована концепция олигометастатического процесса, сформирована концепция, ну, при раке легкого продолжения терапии, например, с добавлением локальных видов лечения, да, при олигопрогрессировании. Это, конечно, в основном относится к пациентам с драйверными мутациями, это как бы как стратегия принимала, как лечиться в раке легкого. Но мы смотрим на наших коллег, и нам хочется точно так же. Поэтому, в принципе, мы готовы вот уже с учетом и знаний, и возможностей сегодняшнего дня начинать какую-то, может быть, программу для того, чтобы в современном... Все-таки это не совсем олигометастатическая болезнь, да? Здесь все-таки множественное поражение легких, множественное поражение костной системы. Совсем нет, да, вот это прямо совсем не олигопрогрессирование. Олигопрогрессирование. Да, олигопрогрессирование. Может быть. Но, конечно, нужно иметь какой-то... Надо накапливать. Да. И я все-таки, как раз мы тут делимся клиническими случаями, тоже хочу вернуться к одному клиническому случаю, когда у пациентки с гормонопозитивным раком спустя какое-то время, по-моему, тоже на фоне одевантной терапии, было выявлено прогрессирование в кости и в печень. И тогда мы все-таки решили ей выполнить биопсию очага и в костного, и в печени, и в позвонке, по-моему, получили прогрессирование люминального рака молочной железы, который у нее был, собственно говоря, изначально в молочной железе. Из конверсии не было. Не было, да. А в печени мы получили метастаз тройного негативного рака. Очень долго его обсуждали. Наши морфологи очень долго пытались сформулировать диагноз, но все-таки остановились на тройном негативном раке молочной железы. И вот такое неожиданное морфологическое заключение подвигло нас на то, чтобы пациентке провести какой-то курс химиотерапии. Был эффект от этого курса химиотерапии, опухоль уменьшилась, после чего она получала гормон терапии. На фоне гормон терапии эффект в костной системе мы наблюдаем, в печени очаг начинает расти. Назначаем ей вторую линию химиотерапии, у нее опять небольшой эффект получается, в костях эффекта нет. И решили повторно взять биопсию из печени и отправили сразу в несколько лабораторий. И в конце концов получили, что в печени у нее холангиоцеллярный рак. То есть это у нее новая опухоль в печени. Ей сделали резекцию печени, и это прошло уже лет 6 или 7, наверное. И пациентка получает эффективную гормон терапию по поводу метастатического рака молочной железы в костную систему до сих пор. Слава богу, она без какого-либо прогрессирования живет. А очаг в печени оказался вылечен благодаря хирургическому подходу. Поэтому даже если есть обычное прогрессирование, то есть нормальная же ситуация у пациентки метастазы в легкие, потом метастазы в кости, потом метастазы в печени, никогда не надо забывать, что может появиться другая болезнь. Поэтому я ни в коем случае не призываю прямо сейчас бежать и делать всем каждый раз биопсии, но все-таки если даже течет все как-то обычно, иногда можно подумать о том, чтобы эти биопсии взять, может оказаться другая опухоль, которая требует совершенно другого идеологического вообще подхода к лечению. Поэтому не забывайте про это тоже, пожалуйста. Спасибо большое. И если у наших слушателей нет вопросов, то я, наверное, перехожу к заключительной части и хочу поблагодарить в первую очередь всех участников этого двухдневного марафона и всех слушателей. У нас огромное количество слушателей, действительно впечатляющее. Я надеюсь, еще будут и просмотры, это говорит о том, что проблемы важные, разговор нужный. И я надеюсь, у нас будет возможность продолжить этот опыт, Александр Ильич. Я не сомневаюсь, что у нас будет возможность продолжить этот опыт, тем более, что он, мне кажется, очень удачным. Вот такое сочетание обсуждения теоретических вопросов и практических – это, как мне кажется, именно то, что нужно каждому специалисту. Неважно, при чем его уровень, даже если он думает, что он знает ответ на все вопросы теоретически, то практическое обсуждение иногда ставит какие-то новые задачи и позволяет задуматься о каких-то, может быть, нетривиальных действиях в отношении того пациента или тех пациентов, которые мы сейчас лечим. А кроме участников и докладчиков, я хочу от всей души поблагодарить и наших слушателей, потому что без вас вообще это все теряет всякий смысл. И хочу поблагодарить наших пациентов, потому что их комплоентность позволяет нам назначать им все новые-новые, иногда нестандартные схемы лечения и, в общем, добиваться очень неплохих результатов. Вот мы сегодня уже видим, сколько лет живут наши пациенты даже с распространенными формами болезни. Спасибо всем большое. Спасибо большое. Кстати сказать, и нашей команде замечательной, которая помогла провести эту конференцию. И фонду имени Блохина, фонду по борьбе с онкологическими заболеваниями имени Блохина за всю ту организационную работу, которую они ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно делают и в рамках этих конференций, и вообще постоянно. Спасибо вам большое. Здоровья всем желаю. Всем спасибо. 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 Продолжение следует...